Автомобильный тёнинг в нашей республике только начинает развиваться. Подсветить свою машину решаются немногие, хотя выглядит это смело и эффектно. Автоэлектрики уверяют, установить подсветку можно в любом месте. В автомобиле как таково подвезти можно в любое абсолютно место, куда угодно, подсветку днища, колес, салона, подсветки багажника. Что бы ни было, везде всё можно подлезть, доступно. Есть сложности завести провода под днища так, чтобы они в условиях погодных не оборвались, не порвались, не отлетели и так далее. Если использовать в салоне подсветку, то есть там особой сложности нет. Самый популярный и экономичный вариант подсветки – светодиодная лента. Чтобы установить её понадобится всего несколько часов работы. Главное определиться, как именно вы хотите подсветить свой автомобиль. Её можно использовать в разных местах, да, она идёт влагостойкой, то есть от погодных условий. Есть такая же лента салоновая использована, то есть она идёт без силиконового покрытия. То есть её нужно наклеить в салоне, а это в силиконовом, то есть наружном применении, то есть на улице, фары, фонари, подсветки и так далее. Лента бывает разных цветов – белого, синего, жёлтого и даже красного. Любопытно, что красную подсветку нельзя устанавливать в переднюю часть автомобиля. Разноцветными бывают и неоновые трубки. Они дороже, чем лента и пользуются меньше популярностью. Кстати, огни могут включаться по-разному в зависимости от вашего желания. Можно и от двигателя, от запуска двигателя, а также можно и отдельным тумблером, то есть включить эту подсветку, чтобы она горела только когда, когда вы захотите, либо при ближнем свете, либо противотуманных фонарях. То есть везде всё можно использовать, любой потребитель. То есть на машине можно подключить к этой ленте, и всё будет работать, как вам нравится. Не бойтесь экспериментировать, ведь благодаря подсветке ваша машина будет привлекать внимание с первого взгляда.